Здравствуйте, мои дорогие, любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина. Я таролог и практик. И сегодня мы будем гадать на такую тему. Что вам хотят сказать духи вашего рода? Какую информацию хотят вам передать? Гадать мы будем на трех колодах. Это Таро Кармы. Это оракул мистических шаманов. И предсказательные карты Натальи Степановой. Хочу напомнить, что сегодня пятница. А это значит, что мы объявляем конкурс на нашем канале, где будет разыгрываться приз. И угадайте какой. На этой неделе мы разыгрываем как раз таки карты Натальи Степановой. Предсказательные карты. Вот. 36 рабочих карт. Плюс карта Золотой Берег. Сами знаете, наверное, уже, да, что Наталья Степанова, сибирская целительница. Но дело не в этом. Она создала очень хорошие карты. Мы на них с вами очень много раз гадали. Я их очень люблю. Вот. И естественно, как приз, они просто замечательные. Сегодня как раз продемонстрирую еще раз вам, для тех, кто особенно их не видел, да, как на них гадать. То есть вы как раз поучитесь, поймете примерно, что из себя эти карты представляют. И вы можете их выиграть. Итак, что нужно, чтобы поучаствовать в данном конкурсе и попытаться выиграть колоду. Первое. Нужно быть подписанным на наш канал Школа Таро Альвиен и поставить колокольчик, чтобы все наши видео выходили сразу же у вас. Почему нужен колокольчик, да? Ну, в первую очередь, чтобы вы узнали, что вы выиграли. Вот, например, на прошлой неделе выиграла, кажется, Селин 13 или что-то в этом духе, да, Ник был победительницы, которая не вышла к нам на связь. То есть не вышла на связь. Почему? Потому что вышло видео новое, она, видимо, не была подписана на канал, не поставила колокольчик и не узнала о том, что она выиграла, понимаете? Причем я уже заручилась, что я напоминать никому не буду, что человек выиграл. Практически каждую неделю мне приходится сообщать людям в личку, мол, так вы выиграли, почему вы не смотрите видео с итогами, это же ужас какой-то. Как же так участвовать, да, где-то и даже не поинтересоваться, а вдруг именно вы выиграли приз? Поэтому обязательно интересуйтесь, смотрите видео с итогами. Понедельник это видео будет выпущено где-то вперед с 14 по 16 часов по Москве. Ничего сложного в этом нет, просто смотрите видео и видите, вы выиграли или нет. Вот, второй пункт, нужно быть подписанным на канал Life, это наш второй канал о нашей жизни. Тоже поставить колокольчик, это нужно сделать для того, чтобы поддержать нас. Все конкурсы на нашем канале устраиваются для того, чтобы он расширялся и расширялись оба наши каналы, да, и чтобы нас поддержать. Life должен набрать тысячу подписчиков, мы этого очень ждем, поэтому, конечно, мы ставим такое условие, да. Третий пункт, нужно поставить лайк этому видео и написать любой комментарий. Один человек, один номер. В воскресенье расставляю поздно вечером номера или в понедельник утром. И где-то примерно часов в 14-16 по Москве будет объявлен победитель. И обязательно нужно посмотреть видео с итогами этого конкурса. Вот такое условие. Все несложно. На два канала подписаться, поставить колокольчики, поставить лайк видео и написать комментарий. Все. Ну и посмотреть итоги. Вот так вот. Итак, мы начинаем теперь с вами наше гадание. Три колоды. У нас будет четыре позиции. По три карты с каждой из колод я буду выкладывать сразу же. Начинаем с второго кармы. Потом у нас идут мистические шаманы. И предсказания от Натальи Степановой. И пока я выкладываю карты, я напоминаю, что данное видео актуально все равно на тот момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы можете получить информацию от духов вашего рода прямо сейчас. Почему? Потому что именно в какой-то определенный момент времени вы встречаете на своем пути определенные видео, определенных людей, определенные знаки. И если вы встретили это видео через несколько лет после его записи, значит так нужно. И значит информацию от духов рода вы должны получить именно в тот момент. Поэтому ничего не бойтесь. Если это видео уже старое, уже давно конкурсы все прошли и все такое, то все равно его смотрите. Потому что это важно для вас. Это важная для вас информация. Ничего не бойтесь. Обязательно ее примите. Даже если она какая-то негативная, вам нужно получить послание от духов рода. Иметь в виду, что они хотят вам сказать. Как же вы получите по-другому эту информацию. Не все ясновидящие, не все яснознающие, не все могут общаться с духами. У меня есть такая настройка. Поэтому сейчас все сосредоточились, закрыли глаза. Попробовали даже представить энергоканал связи со своим родом. Вдохнули медленно и медленно выдохнули, чтобы отпустить все мысли, которые тревожат. И выбрать цифру от одной до четырех. Вот без мыслей, а просто чувством вот этим душой. Соединитесь со своим родом и выберите цифру. И мы с вами начинаем. Для тех, кто выбрал первую позицию. На Тару Кармы мы видим карту Ясность Сознания. На Оракуле Мистических Шаманов мы видим карту Орел. И совершенно случайно почему-то вместо одной карты от Натальи Степановой предсказания выпало две. Не знаю почему. Может быть вот судьба такая, что нужны эти две карты. Значит так нужно. Итак, начинаем читать ваше послание. Ясность Сознания говорит о том, что в первую очередь, если у вас есть какие-то зависимости, их нужно срочно отпускать. Вам нужно ясное сознание, четкий ум, не замутненный ничем. Это очень важный момент. Ясность Сознания, она всегда показывает. Включайте логику, здравый смысл. Освобождайтесь от любых зависимостей. Даже если это эмоциональные привязанности к кому-то. Вам нужно смотреть поверх. То есть сейчас духи рода ваши беспокоятся о том, что вы возможно витаете в облаках или в иллюзиях. И попробуйте включить здравый смысл. Это очень важно для вас. Также карта показывает всегда, что у вас идет трансформация. Духи рода сообщают о том, что вы переходите развитием на пятую чакру. Это очень высокий уровень развития на самом деле. И пятая чакра, она у нас отвечает за голос, за разговоры, за творчество. Она говорит о том, что вы становитесь действительно человеком. Начинаете понимать живых существ. Начинаете осознавать важность каждого. Даже каждой травинки на земле. Даже просто атомов, молекул всех. Когда вы питаетесь, вы чувствуете, что питание составляет в итоге клетки вашего тела. И вот какое оно должно быть живое. У вас может меняться вкус. У вас может меняться голос. У вас может меняться предпочтение даже в одежде сейчас. Вы действительно развиваетесь. И духи рода вам напоминают о том, что когда вы развиваетесь, не нужно воспитывать в себе лишнюю гордыню. То есть, ах, какой я развитый. Ах, какой я молодец. Да, вы многое можете в этой жизни. Это правда. Но постарайтесь не замутнять свое сознание из лишней гордыней от того, что вы что-то можете. Никогда не превозносите себя над другими людьми. Старайтесь быть наравне со всеми. Даже как вам может показаться самыми деградирующими людьми. Как вам, допустим, иллюзия идет, что все вокруг деградирующие. Я развивающийся. Так не должно быть. Духи рода сопровождают вас по пути вашего развития. Они показывают, что вы светлый, вы прозрачный, вы чистый человек. Они показывают, что вы очистились. Может быть, вам это, кстати, даже была энергочистка недавно. И они говорят, что мы тебя сопровождаем, мы тебя любим, мы к полной ясности сознания тебя проведем. У вас явно есть ангелы-хранители и не один, а, наверное, два-три. Потому что человек, вот вы такой, что можете духовно расти. А духовно кто у нас растет? Тот, кого род поддерживает чаще всего. У вас нет преград для того, чтобы вставать в жизни на светлый путь. Духи рода понимают, что все сомнения по поводу вашей жизненной определенности побеждены. Вы знаете, кто вы, вы знаете, для чего вы идете по жизни. У вас есть определенная цель. А если вам еще пока нет такого ощущения, то скоро будет. То есть они вас об этом предупреждают. Скоро будет сильный толчок в развитии. Вам нужна вера обязательно. Вера обязательно. Никогда не отступать от Бога. То есть это то, что вас ведет по жизни, да, ангелы. Свет, Бог. И чем светлее будут мысли, тем быстрее вы трансформируетесь. То есть вот так. Карта Орел показывает взлет и острый взор. То есть опять же острый ум, который не упускает ни одной детали из вашего сознания. Да, от вашего внимания не ускользнет ничто. И нужно смотреть в оба действительно. Орел мудрая птица. Она говорит о том, что вы способны летать, вы способны быть на высоте, вы способны быть умны во всем. Да, и видите самое нутро человека любого. То есть духи рода вас в этом поддерживают. Они вам дают тотем, они вам дают орла. Возможно, вам нужно купить талисман с видом, в виде орла, да. Или орлиное перо приобрести где-то. Для того, чтобы энергия этой птицы сопровождала вас и дальше. То есть орел ваш, возможно, новый тотем. Может быть, вы считали своим тотемом другое животное. Но сейчас вам нужно быть с орлом. Или добавить его к своему основному тотему. Для кого-то это основной тотем. То есть кто-то скажет, ну ничего себе, орел и есть мой тотем. И духи рода, почему посылают вам орла? Потому что орел, он часто вообще символизирует в принципе духов рода самих по себе. То есть духи рода сообщают вам, что вы, что они с вами, вы с ними. Что у вас есть связь, вы можете с ними общаться, разговаривать, просить совета. И есть такая медитация специальная, когда человек сначала стоит, вот представьте себя, у подножья вершины, у подножья горы, у подножья горы. И вы смотрите на вершину, да. Вы смотрите на вершину, она очень далеко, а там сидит орел. И представьте, что вы перенеслись в тело орла и полетели над всеми вот этими просторами, над горами, над лесами, над полями, над городами. Ощутите этот момент, момент свободы, момент того, что вы теперь уже не в материальном мире. Вам ничего этого не нужно, никаких машин, квартир, никаких людей вообще не надо, ничего не надо. Это освобождает ваш дух, понимаете. Вы зорко смотрите вниз, вы высматриваете какие-то мелкие фрагменты, вы охотитесь, вы находитесь очень высоко над землей, и у вас раскрыты крылья, и вы в одиночестве. То есть вот вам это надо все пережить в медитации. Вы очень много поймете, вот духи рода вам это все предоставляют сейчас, эту информацию. Храм. Все ваши опасения напрасны, и даже если вы сейчас страдаете от того или иного недуга, то скоро пойдете на поправку. Вот что говорит вам храм, карта храм. И естественно она намекает, что если вы верующий человек, ходите в храм. Вот, заказывайте молитвы за здравие и так далее, да, с ракаусты. Осень. Вы слишком мрачно смотрите на мир, забывая, что вас любят и уважают. Проходит все, пройдет и то, что вас сегодня так огорчает. Две карты, которые говорят вам, что будьте более оптимистичны, верьте в будущее. Духи рода вам передают информацию, что если есть недуг, вы выздоравливаете, и что на самом деле вас любят, а вы очень пессимистичны. Вы не верите в любовь окружающих людей. Ну вот такая первая позиция, очень хорошая информация, я думаю, что вы от духов рода свою получили. Переходим к позиции номер два. Информация от духов рода, какое послание они вам передают. Лунный план, вышла карта, лунный план. Дальше луна. Луна. Смотрите, как интересно. У вас с луной что-то серьезное. Лунный план и луна. Духи рода для вас передают очень серьезную информацию и озеро. Озеро показывает, что все проблемы в вашей голове. Да, вот я сразу эту информацию рассказываю. И позаботьтесь о своей нервной системе, настало время подлечиться и отдохнуть. Нужно нервы лечить обязательно, нужно успокаиваться обязательно, хватит психовать, хватит нервничать. Озеро, оно говорит вам о том, что вам надо, знаете, даже со стихией воды пообщаться. А ведь луна и стихия воды, они так связаны между собой. А может быть и вы связаны со стихией воды. Духи рода четко говорят, что все ваши проблемы от нервов. И все они в вашей голове. То есть нет у вас на самом деле никаких таких проблем, о которых вы считаете, что они есть. Да? И на самом деле все просто рождается из-за вашей головы. Лунный план. Мы здесь видим лунную дорожку. Мы здесь видим луну. Мы здесь видим богиню луны. И следующая карта луна меня поразила. Карты говорят здесь обе о том, что вы находитесь под воздействием, ну так скажем, магнитной энергии левой стороны. То есть вы подпитываетесь слева. И левое полушарие, скорее всего, работает лучше, чем правое. Наверное, так. Наверное, так. Все-таки ваше левое полушарие, наверное, сильнее. А это значит интуиция. Духи рода говорят, вы настоящий экстрасенс. Вы настоящий интуит. Вам нужно пойти по пути луны, по пути экстрасенсорики, по пути магии. Вы хороший практик. И, скорее всего, вот эти вот страхи, вот эти нервы, которые у вас есть, тревоги от того, что вы еще пока всю свою миссию не выполняете на всю катушку. То, что вам хотят духи рода передать свои способности, вы их не берете. И у вас в итоге начинаются нервы такие, вот, да, психи, страхи. Если у вас есть тревожность в последнее время, знайте, что вам хотят передать способности, которые вы не берете. Не берете до конца то, что вам предназначено вашим родом. В роду наверняка были ведьмы, маги, колдуны. Берите только хорошее, естественно. Черной магией не занимайтесь, но светлые дела и целительство это ваше. Вы это все можете делать. Вы можете развиваться, вы можете предсказывать, вы можете помогать людям. От вас нужна благотворительность. От вас нужно самопожертвование. А что вы думаете? С людьми тяжело работать. Это самопожертвование. Даже если вы за деньги работаете. Это я как практик вам говорю. У вас очень сильная женская энергия. Даже если вы мужчина. Вы переполнены женской энергией. Если вы женщина, у вас просто избыток сейчас, на данный момент. И вы магнетичны. Вы полны силы, на самом деле, вот такой вот природной силы, понимаете. Сила Луны, она действительно, это связано с природой очень сильно. Потому что, вот мы живем на планете Земля, да, и спутник Луна. Как же может спутник не влиять на Землю и на всех обитателей? Да легко. И это не магия уже, а физический план. И вы понимаете, вот как будто бы, вот эту суть, что вся природа, все люди, они от Луны очень жестко зависят, да. И вы как будто бы примерно понимаете интуитивно, как всем этим управлять и как зависеть от лунных циклов. Карты показывают вам, что вам нужно прям не просто усиливать магнетизм, да, а понимать свое влияние на людей. То есть вы можете нести в массы как добро, так и зло. А лучше нести добро, верно? Лучше научить людей тому, что вы уже знаете, и еще развиваться, и еще нести в массы какие-то знания. Потому что люди вас воспринимают, люди вас слышат, слушают. Вы обладаете определенной харизмой. Вот об этом хотят вам духи рода сообщить, что вы должны обрести сейчас баланс между Южным и Северным полюсом. Даже вот в себе, да, в теле. У вас можно выполнять специальную практику дыхания через левую ноздрю, медитируя. И тогда вы попадете на лунный план, и сразу же начнете понимать женский принцип. То есть вот так. Вообще на лунном плане, когда человек находится, вам бояться нечего, конечно. Вот карта говорит, ну ничего, не бойтесь. Лучше сядьте в медитацию, подлечитесь, отдохните. Ну ничего, не бойтесь. Нужно понять, что вся энергия едина здесь. Вы, если вы особенно женщина, должны потерять всю свою разрушительную силу и создать в себе вот эту силу созидания, да. Силу созидания женской энергии. В чем созидание женской энергии? В доброте, в душевности, в том, что можно кого-то выслушать, кому-то помочь, кого-то отогреть, кого-то полюбить. Когда вы любите, вы ценны, потому что вы своей любовью топите сердца окружающих. Нужно любить всех, весь мир нужно любить. Если вы наслаждаетесь сейчас музыкой, танцами, поэзией, это очень сильная женская энергия. Если вы будете дышать через левую ноздрю, медитируя, если у вас сейчас это нарушено, да, что вы пока не наслаждаетесь музыкой, танцами и поэзией, вы начнете наслаждаться. То есть пойдет вот это вот усиление, да. Вообще, когда дышишь через левую ноздрю, это и боль успокаивает, и уносит прочь печаль. И ясность сознания обретается. Поэтому просто воспринимайте мир таким, какой он есть. Постарайтесь отдаться луне, постарайтесь изучить луну. Когда идет прилив, новолуние, да, когда отлив, когда что. Вы научитесь вот с этим совсем жить, соприкасаться. Иногда чувствуете нервозность такую, да, а вдруг это от луны зависит. Вот проверьте, в какой лунный день вы чувствуете нервозность, или в какие вот моменты, в какие часы даже можно посмотреть. Вам нужно изучить лунные циклы обязательно. Вот что вам хотят передать духи рода. Вот такая позиция номер два. Третья позиция. Что вам хотят передать духи рода, какую информацию. Феноменальный план. Интересно. Путешествие, перерождение идет и Вещи сон. Вещи сон, карта такая. Вот написано, половина страшного сна сбудется, а другая половина позабудется. Это не обязательно страшный сон, я вам честно скажу. Карта может намекать вам, что духи рода говорят, у вас сны вещи будут скоро. Или уже идут вещи сны, обратите на них внимание. То есть не обязательно это страшные сны, понимаете. Это могут быть просто вещи сны, которым у вас есть способность. Что вы можете обладать осознанным сном, что вы можете обладать способностью видеть вещи сны. Если у вас это уже, вот вы чувствуете, да, то карта вот именно, вы прям поймете, о чем речь. То есть пугаться такой картой не стоит. Не стоит. Но обращать внимание на сны теперь нужно регулярно, постоянно, каждый день. У вас есть какая-то информация через сны от духов рода. То есть идет не только здесь, да, онлайн в гадании. А еще через сны у вас передают духи рода вам информацию. Они вам говорят, обрати внимание на сны. Вот через эту карту они вам прям сразу, да, нужно обращать внимание, что вам снится, когда читать знаки, изучать сонники, изучать сонники по лунным дням. Кстати, у Натальи Степановны как раз есть такие сонники по лунным дням, да. И смотреть, вот что означают ваши сны и прямо записывать. Также вы можете во сне увидеть духов рода, представителей рода, которые вам что-то говорят. Запишите обязательно все, что запоминаете, потому что это важно, это очень важная информация. Идет карта путешествия, перерождения, которая говорит о том, что, возможно, вы куда-то отправляетесь. Духи рода вам говорят, что вас ждет какая-то дорога или путешествие или переезд в скором будущем. То есть идет трансформация жизни вашей, и вы как будто бы полностью меняете свою жизнь в корне. То есть вот так вот скоро все изменится. Вы переедете или куда-то съездите так, что вот ощутите прямо в себе полное изменение от самого этого путешествия. То есть вот так вот. Ну и феноменальный план, мы видим здесь, эта карта говорит о том, что есть в вас что-то проявленное, что-то непроявленное. Особенно по способностям, по талантам. Вам нужно свои таланты обязательно проявить. Вот духи рода вам сообщают, что не все ты в себе раскрыл или раскрыла. Раскрывай и дальше, ищи, что тебя интересует. Может быть ты запуталась или запутался в том, чем ты хочешь в жизни заниматься. И нужно, наверное, попробовать еще что-то поискать. Также карта говорит, что есть мир материи. Он состоит из стихии, из элементов земля, вода, огонь, воздух, эфир. И есть также ум, интеллект, эго, наш эгоизм, наше самолюбие. И это восемь таких грубых проявлений получается того, что у нас есть в мире материи нашей. А есть божественный мир, божественная часть нашего мира. И нужно вам ее познать, вот эту божественную часть. То есть духи рода буквально хотят соединить вас с Богом. Хотят, чтобы вы к единому абсолюту присоединились, к единому Богу. Вы же знаете, что есть вера. У каждого она своя, там, ислам, буддизм, христианство, всякие другие. Но Бог-то Он один для всех на самом деле. То есть вам это вот надо осознать и присоединиться. То есть прям попробуйте даже вывести канал из пупа, да, такой. И прям присоединитесь. Как вы, вот по-любому как-то представьте божественный источник. Можете как шар огромный представить, можете как вселенная. И прям присоедините вот эту трубу из своего пупа. И чтобы, вот на медитации, да, и попробуйте, чтобы энергия вот потекла оттуда к вам. А от вас туда, вот как обмен идет, да, попробуйте вот так. Это символизм, но это вас соединит действительно с божественным источником. Карта говорит, что вам нужно вот от всего грубого материального отходить и переходить к божественному. Если вы так сделаете, то у вас появится новый опыт и способность видеть то, что лежит над поверхностью всех чувственных восприятий человека. Вы перенесетесь в мир идей, у вас идеи начнут проявляться сильнее. Вы поймете, чем вам заниматься и начнете в мире нести благость через любимые занятия. Может быть, вы то, что делаете сейчас, не очень любите. Вот духи рода вам говорят, нужно тебе найти то, что ты любишь. А как вот найти? Вот я вам выше и рассказала, как. Ну, вот такая третья позиция, такое послание от духов рода. Позиция 4. Что вам хотят передать духи рода на сегодня? Физический план. Верхние миры. И письмо. Они хотят вам передать письмо. Вот письмо вам говорит сразу, карту читаю. Вероятно, в вашей жизни скоро произойдет радостное событие. Так станьте же хозяином своей судьбы. Обезопасьте себя от несчастных случайностей. Золотой берег вам поможет. Давайте я вам найду золотой берег, чтобы вы ему сразу прочитали, помолились, прочитали заклинания. Но в любом случае у вас идет именно радостное событие. И почему нужно стать хозяином своей судьбы, чтобы ничего плохого не было? Потому что человек часто думает, что он недостоин того счастья, которое ему грядет. Вот у нас золотой берег, он говорит так. Стоит столб вседержителю. Одной рукой за столб держусь, другой рукой крестом крещусь. И как молнии столб не переломить, так и меня врагам не испортить, не погубить. От всякого железа закрываюсь, от врага отмахиваюсь, от столба не отцепляюсь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Вот так вот произнесите несколько раз, да? И ждите письмо, новость какую-то радостную. И воспримите ее радостно, что вы этого достойны. Это самое главное. Вы достойны всего самого хорошего на свете. Помните об этом. Вот эта карта, физический план. Она показывает, знаете что? Что человеку никогда не возвысится на вот этот верхний мир, пока он не решит проблемы физического плана. Потому что они его волнуют в первую очередь всегда. Это когда ему поесть, где поспать. Чтобы у него были деньги, чтобы у него была физическая форма, здоровье. Ну вот не будет у человека здоровья, да? Ему очень сложно развиваться и переходить на новый духовный уровень. Не будет у человека денег. Не будет у человека нормальных отношений. Там, своего дома, квартиры. Сложно ему, сложно переходить на следующий уровень развития, развиваться. И духи рода говорят. Мы тебе даем возможность, чтобы у тебя в жизни реализовался физический план. Ну, грубо говоря, чтобы вы вошли в стабильность своей жизни. Это налаживается личная жизнь. Материальная более-менее входит в среднее состояние, как минимум, да? И вы начинаете заниматься здоровьем, анализами, ходить в спортзал, решаете мелкие или крупные проблемы. Вот духи рода хотят вас вывести к этому. Скорее всего, ваш род до этого был бедным, страдал много. И вашему роду нужно, чтобы хотя бы у всех в роду родилось вот это стабильное среднее состояние. Когда нет таких проблем больших с деньгами. Нет таких больших проблем с личной жизнью. Никто не бросает своих детей. Никакие отцы не уходят из семей. А есть стабильные семьи, стабильные деньги, стабильная жизнь. Это самая главная задача. Чтобы особенно вы жили вот так. А потом вы начнете развиваться духовно. Об этом говорят вам духи рода. И они говорят, в верхнем мире вас на это толкают, поддерживают, вам это обеспечат. Вы только делайте. То есть вам дорожечку сейчас будут открывать для того, чтобы вы наладили свою жизнь. И исправили какие-то свои вот эти недочеты. Избавились от долгов, от трудностей. А вам будут открывать дорогу. Вот ваши духи рода. Они хотят с вами соединиться. Они были долгое время даже как-то отстранены от вас. Но сейчас они к вам подсоединяются и пытаются вам помочь. И вот об этом они вам сообщают. Вот такая позиция номер 4. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев по данному видео. Приглашаю вас на индивидуальные расклады. На консультации по ясновидению. На ритуалы. Подписывайтесь на наш канал. Участвуйте в конкурсе. Чтобы вы могли выиграть вот такие замечательные вот эти вот карты. Натальи Степановой предсказательные. То есть мы разыгрываем эту прекрасную колоду. Всем пока и до новых встреч. Пишите. Субтитры сделал DimaTorzok